Человек, я не фотогеоргеничный. Ну, там видео. Здравствуйте, сегодня 15 марта 2011 года. Представьтесь, пожалуйста. Я Карпухина Мария Матвеевна, 1925 года, 13 сентября. Родилась в деревне Маврино, в Большой Форбовский район, теперь в Шатурске, в Санкт-Петербургской области. Расскажите, пожалуйста, про предвоенные годы. Было ли ощущение надвигающейся войны? И как вы жили, обстановка какая-то была? Как я живу. Как все живы? Как лучше? Я и себе плачу. Переживаю, все. Я как все. Родилась в довольно-таки большой семье. У нас спустя людей было модель инстинкционской. Где, слава Богу, пять человек воевались. И утром учили, потом я был родственник. Да, уже учились работать. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о начале войны? Помните ли вы тот день в Шатурске? Это было воскресенье. Ну, значит, мы объявили параллель, по-моему, вступление Моктова первый раз. И объявили. Вначале никто не поверил, а потом оказалось, что это правда. Когда немцы подходили, кашири обошли, мы все идем. Значит, строили парикады, полка, нас первые через полку, сейчас я уже не помню. И взяли на расчистку, была аэротропа, потом ходила, поделала Белописовский. Я там чуть-чуть за валев не попала. Да, с этим ключик так отругал. Это в грунтышке вообще звучит. Сейчас он там его все звучит. Лесные лень. Я, как медик, уже пошла учиться и попал на мостик. Вот, в 26-й сервис. А расскажите, пожалуйста, какие были бытовые трудности на войне? У нас, как в госпитале, мы были бытали. У нас были, конечно, ранены, еще бы ранены. Мы отдавали кровь без паза. Ну, что ли, такие как? Ну, и что можно рассказать? Как у всех, так и у нас. А расскажите, пожалуйста, какой-нибудь случай, который произошел с вами во время войны, который оставил какие-то яркие и добрые воспоминания? А я сейчас скажу. Вот случай был такой. Когда нас перебили в каму. В каму. И надо было для раненых готовить постельный патрушку. Ну, патрушку. И они так, как их нужно было набивать. Солон мой. Да никто этих лошадей запрыгать не мог. А я так, как деревенский человек, вообще, что-то вспоминал запрыгать. Там набили, возили, а потом сами забавили. Вот этот, который случай был, который я всегда помню. Это было вообще такое, знаете, ну, как девчонки. Вот представьте себе девчонки, которые запрягают лошадь. А вы знаете, это было... Сейчас я знаю, это было настолько, ну, и смешно, и как-то, знаете, даже, может быть, не потериодично, но так вот мы делали. Расскажите, пожалуйста, как вы отдыхали, может, на фронте во время затишья? Как вы там, развлечения у вас какие-то были? Как отдыхали? Там, по-моему, после отдыхать не заходил. Там рады. Как вы будете отдыхать, когда кругом были и рады? То есть, представляете, что мы не умели на отдыхать? А постоянно, да, вот, обновлялись раненые? Ну, ну, правильно, как они, а типа, ну, поздравили, уходили, 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 уезжали домой. А так вот все время там рядом. Расскажите, пожалуйста, про, может быть, человека или у вашего знакомого такой человек, который совершил поступок, и вы о нем будете помнить еще очень долго. Ну, у миликов вообще такие поступки, такие, как у каждого милика, как тогда, как мы сейчас, может быть, сейчас уходили, конечно, уходили, уходили, но у нас совершенно другие. Но у нас такие вот, как у всех, какие-то поступки. Раздоровление раненые, слава богу, тяжело болеет уже, и медики болеют по себе. Когда, когда, если что-то такое случалось, то и медики переживали. И потому что, говорят, что у родных один раз умирает там дух, кровь, а у миликов, вот хотя их ругают часто, они такие смирные, у них они сами умирают, кажется, больные. Если они вот в состоянии что-то сделать, они тоже все это переживают, понимаете? Так и у нас. Ну, может быть, какой-то у вас был пациент, история которого вас просила, нет? У нас был один больной молодой человек, раненый, у него была пиема вообще. За ним все ухаживали, все выхаживали. То есть мы фактически болели за всех. Не только вот там, как руководители, а за все. Расскажите, пожалуйста, как вы отнеслись к тому, что в начале войны Красной Армии пришлось уступать? Я не поняла. Как вы отнеслись к тому, что в начале войны Красной Армии пришлось уступать? Понимаете, я хочу сказать не потому, что они уступали, что они были плохими, а потому, что у нас тогда был этот доктор. Говорят, что он плохой, мол, это на самом деле неправда. Как по моим понятиям, я хоть тогда и не была в таком возрасте. А я считаю, вот это вот время, которое оно было дало слишком для нас коррором, налогом, для того, чтобы перенести границу, все. Поэтому в армии может быть, тогда такое может быть оснащенностью не было, как в 43-х годах, когда уже правительство начало, как говорится. А так я не могу судить, вот это вот может быть и причина такой, что армия вполне, потому что она плохая, неправда руководители плохие. Как сейчас начинают говорить, вот этот плохой, вот этот плохой. Просто не были готовы. Бывает, ну все надеялись, что у нас заключили какой-то, значит какой-то был. Но на самом деле это может быть и сейчас вот это тоже будет. Сейчас тоже нельзя всем доверять. Думаете, сейчас американцы могут доверять? Конечно. И никому нельзя доверять. А тогда тоже доверяли. А сейчас вот там всех обвиняют. А этот, ну, так плохой Сталин, плохой. Все. А вот сейчас-то почему так это все делается? Понимаете, верить, я считаю, никому не будет сделай, но доверяй, но проверяй. Понимаете? А мы, вот русские наши, вот люди тогда советские, мы очень доверчиваем. Мы всем верим. И сейчас обвалывают, и там, и, как говорится. И тогда тоже. И мы, и предательство было. И сейчас что это? Сейчас тоже есть такие люди. Понимаете? Они воспитаны, предварительно. Я вот, в общем, повторяю, я из Сибири Жуковича. Я жила, я ходила побегаться. Но я все равно дома. Как-то в дерево. Державный штрейк России. На крайнем послы своих опускал. Пошли тебе лежали. Приедусь, чтобы не было. Не выспускать. Ну, подождем. Не переживайте, успокойтесь. Ну, ты, когда мы в школе учились, вот, когда, ну, родители, когда-то, вот, верили учителям, медикам, они, как-то, всегда были. Как бы, как бы, это планета в силе. Не потому, что вот сейчас, вот этот плохой, этот плохой, это плохой. А тогда, я помню, я пришла, плешка заработала. Это было, наверное, в классе, никогда не забываю. А, ну, учился я неплохо. А вот, как-то я мальчишку стукнул в книжки. Мне вот, фингал, мне пришли, мы тогда пять дней учились. Я, военный, конечно, пять дней учились, пять дней работали. Я пришла, пришла матерь, стала показывать на него, и говорит, вот, нет, начали рассказывать, как я ударил это мальчиком, и как они мне сказали. Она мне взяла и полотенце высекло. И еще раз повторю, я это будет, я теперь приду и к вас выйдет. Так что, ну, всякое было, понимаете. Дети тоже были, но тогда услуги у детей были, представляете, вот у нас как-то не было вот таких вот рак, вот как современные. У нас какое-то уважение было к учителям, потому что, ну, преподавателям, что старшим, но все так классно было. Вот, понимаете, совсем другое. Или у нас услуги были совсем другие, мы не так роскошные были, как современные дети. И что они туда, даже вот не было того, что счастливы были. Ну, так что все, все пришло, все верили. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, где военные брали источник мужества? Что для них являлось это? А вы знаете, они брали мужество. А тогда были, вот, они брали с лётчиков, с командиров. Вот тогда было, вот, когда было Еву и Советский Союз, а все мальчишки показали кинофильм, Чапаем, все мальчишки хотели бы Чапаем, все мальчишки потом Чкаловы, понимаете? Вот, 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 как-то вот это нарождалось, потому что они, да, у нас были кружки, несовершенненько, вот, 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 девчонки ходили, там, и драмушки, и травые кружки, и авиационные кружки, мальчишки, понимаете? Вот, вот, вот так вот, все это было, примерство. Это же был, казачка, он киталый, и это вообще, да. Вот это было, знаете, такое вот, типа, воспитание. А можете рассказать, ну, опять же таки, о, из периода войны человека, который для вас являлся источником мужества? Может быть, какой-то военачальник? Ну, я не знаю, что военачальники так это были, у нас были все медики, я не могу сказать за того, за того, ну, да, во всяком случае. За личность меня купить военачальника не мог, потому что мы были, в основном были женщины, девчонки. Расскажите, как вы переписывались, поддерживали связь с родными, что вы писали, что вы боялись писать? Ну, как-то я не очень поддерживала, мы просто, когда все в школе, когда уничтожились, то встречались в городе Кашири, понимаете, вот все встречались и смотрели вот на Допустынки. А вот во время войны? А во время войны мы, да, ни с кем, только самовынники. Ну, о чем вы писали? Ну, писали, что все нормальное, все хорошо. Ну, что еще можно писать? Что все плохо, что все тяжело? Да, может быть, и... Ну, мне кажется, вот, или мы были молоды, или... Я не могу сказать, вот... Ну, нам кажется, что все это было. Так, вот сейчас тонут, вот, да, ухо... А у нас этого не было, чтобы это было, что это было, что это было, так что я не могу сказать. Хотя я вам еще раз говорю, я желаю, я попирал. А скажите, что бы вы хотели пожелать нынешней молодежи? Ну, я, вы знаете, пожелать так много всего можно. Но, чтобы выборы там были, я хочу, чтобы они были... Наши сыры, всегда здоровы были. И увлекали нас. Вот в наше поколение, вот я сейчас... Они там курят, наркотиками. В нашей поколении там не было. Представляете? Что вот ходила девочка маленькая, такая идет кулька, мальчишка, собака, ребака. И, вы знаете... Ну, я даже хочу, чтобы они были здоровы, чтобы их завидовали все, понимаете? Ведь мы тогда поколение было читающие. Вот когда едешь в метро, мы читали, мы читали литературу, газеты. Мы как-то интересовали себя. Для нас все события, которые происходили в нашем государстве, это было вот что-то необыкновенное. Первый с ним, который, я помню, когда его так увидели, он, значит, пикает, пип-пип-пип. Мы, значит, все выкопегали, не слушали. Потому что поручили, когда были телегагами. Это было вообще необыкновенное. Когда наши, вообще, вот тогда, первые, когда папа оминцы, пип-пип, это все наше, вот это поколение, все, которое проходило. То есть все эти события проходили к нам, в нашем ребенке. И мы с ним радовались. Мы как-то... Сколько у нас было... Или нас в Москве, что ли, родители, я так не могу сказать. Но у нас какое-то было увольжение. Вот мы... Вот сейчас там ездят, мы вот все дружили. Представляете, пчутки, мальчишки, и как... Вот даже, представляете, вот до времени, когда была жарко, как-то жили, это не все. У него, ну, я и скажу, что курилки были, а не в квартире, а так все. Так мы все спали на улице, девчонки, мальчишки, понимаете? Вот, а сейчас идешь и подъедешь, и стоишь в 8 часов. А тогда вот это было, знаете, как-то было проще, уважение было. Никогда родители, никогда не на кого против никого на стыдах передали. Вот это плохое, вот это такое, это такое, это такое, понимаете? Так, что такое, правда, не везучек, а не везучек, а не везучек, а не везучек, а не везучек. Вот, 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 у меня один, один, один брат, младший, поможет, у меня, он, конечно же, я сейчас... Он подрался, когда на костыле ходил, когда я взбал костыль, я в один костыль, он сразу, а так... Знаете, я не знаю, что сейчас, сейчас молодежь, и она, может быть, больше знает, она, может быть, будет делать, к ней будет отходить, знаете, как, чем у нас. Ну, сейчас больше информации, но я хочу, чтобы эта информация приносила пользу, понимаете, чтобы не было такого, как-то... Вот вчера была программа, потому что очень многие, вчера, что ли, уезжают из России, наука, особенно ученые, ребята, которые... Ну, почему нельзя действовать? Ну, ничего, нельзя что-то в этом государстве жить. Мы ведь никто не получал миллионы, представляете? Вот, если, допустим, мне не хватало, у меня отец был больной, маленькая, мальчиком получал, в начале 37 рублей, в принципе, это у нас сестра, чем с батарея-сорого, и вот я думал, что наш клуб 40 грамм получил, и все принесли, понимаете? Ну, все оставались, а сейчас я не знаю, почему это, отшил, что ли, или как я, чтобы государство было такое свое. Для меня это совершенно непонятно, вот когда дают эту информацию, думаю, что это нет, и что ли. Ну, возможно, в другой стране людям могут дать больше, чем у них на роде. Ну, понимаете, я не потому, что мол, очень-то один из нас, но вот они уезжают. Вот это у нас у них уезжает, уехает, потом у тебя круглый из них, фактически высосали всю. Высосали, понимаете? Если уж ты уехал, не возвращайся. Ну, если тебе здесь плохо, ну, чего-то там? Представляете? Ну, создавайте здесь, науку, пойдите в правительство, предложите свое что-то сказать. Ну, правильно, зарплата маленькая, но кто-то, ну, у них маленькая зарплата, тогда откуда у нас 101 миллиардерс? Скажи, пожалуйста. Ну, подкуда? Если мы такие нищие, если мы такие плохие, ну, откуда они у нас есть? Скажи, в одной Москве их 71 человек. Это не моя информация. Если я тебе собрала, а не собрали, значит, и я собрала. Представляете? Нарфига, куда веки-то, ну, вкладывайте в науку. Как говорится, в учебу, в науку, в рабочую работу. Ну, почему это так? Ну, мне это совершенно непонятно. Я, может быть, у меня и головку, я не знаю, но мне это совершенно непонятно. Когда слушаешь, в каком государстве я сейчас живу, понимаете? Я не, как говорится, не агрессивный человек по натуре. Вот когда начинают, там, эти вот, эти вот, кандарфайта, бить, играть, мне это непонятно. Мы просто можем спокойно, мы тоже участник войны, мы уже умерли, мы ездили, отдыхали, везде, куда-то. Понимаете, как-то все уже верили. Может, в одних условиях, или в других, что-то такое, как сейчас. Правительство, может быть. Что-то, правительство, не дорого. Я не знаю, какая-то причина. Может, нет времени хватает, нет, проживания нет, может, они пролечи. А синих, вот, есть, там, есть, где-то, есть. Это мне все было постоянно, все, и все, и все, и все, и все, и все, и все. Вот я жила в Кашире, где-то, и тут удивительно, что удивительно. Когда кончилась, тогда тоже была кашельная система, и мы, дети, вот я вам рассказала, что мы пять дней учились, пять дней уже работали, и аж на шею. Значит, была продажа ситца, одежды, понимаете? Мы, дети, занимали очередь, ночью занимали, дети, очередь. Вот у нас там такой кашельский перекон, сейчас сохранился. Мы там играли, кто бегал, кто занимался, на кем, кто купался, кто что. И у нас как-то была семья, милиция, Шикушкин. А он носил где-то сам, старший, Шикушкин, дядя Семенов. У него такие вот усилия были, как у Буденова. А почему он носил, я потом, мы все-таки поняли. У нас проходил военное училище, и был Семен Николаевич Буденов. А вот еще каши у них были, такие вот, как вам сказать, поливы по этой кухне. Мы там, когда, значит, кто-то попадал, когда давали этих солдатам ехать эту кашу, она, знаете, какая была вкусная, необыкновенная, им солдат добавили, им нам качки. Не всем, конечно, есть. Вот, наверное, это 5-7 мм, у них был бассын, у них был жороб, такой, как это был, колесо, и, по-моему, Олия, бассейн. Вот они к нам приходили ночью, а так как кашель был 101-й километр, приходил, он спрашивал, ребята, вас, они тут не обожают, если вы еще обожаете, приходите ко мне, не говоришь, бегите, 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 мы все-то на лиде, они живут, понимаете? То есть такое было. Расскажите, пожалуйста, как относились к военнопленным во время войны? Те, кто попадали в плен. Я когда уже вернулся в военной политике, у нас был Игорь Ступина, когда я там давно был, то есть, ну, нас лежал, полиент, который оперировал, у нас был хирург в гиперкомнациональности, молодой человек, молодой человек Минхепс. Я вам кричал, Юда, Юда, высказываю, най, най, ну, вообще, он прооперировал, ну, как, ну, как, ну, там, где-то давно пахнет, вообще, ну, для больного человека. Как у них? Еще у них еще. Ну, они кричит плохо. А вот в вашем окружении знакомые попадали в плен? Ну, нет, они не попадаются, в большинстве. Ну, может, кто-то из родных, вы же говорили. Нет, у меня родные, в моей родной, в Европе, в Борщине, значит, был один герой Советского Союза. И моя мать родные сестра родились. И вот здесь санаторий сделали, он там уже не получал участие в правительстве этого санатория. Они не уничтожили. Первая награда, кто получил. Вот мой брат с 13-го года. Он выгибал на возе Хасана. А вот брат с 18-го года. Он выгибал на Харуковской школе. И получил там и всей нашей родине орден по его Красному Стану. Это было колоссальное событие. Это было не даже не то. Я помню когда-то. Вот был не газет. Вот «Правда», это «Коммунистический Правда» была от Центрального комитета. Известие было Верховной в Совете. Вот там была вся информация. Как награждали, как у структур. Это было как профсоюзный комсомол. Как была, ну, проделалась пионерка там и всё. И когда вы купили газету. То есть мы бегали. Они были, то есть как и кино, то есть. И отец прочитал. Мы покойные. Читаем. А он, ну, в ходе Руме сказал. И вот такой вот. А мы, конечно, переживали. Покой или нет, или нет. Известия от моего брата. От сына, практически. Прямо. А я потом была такая. Мне потом прозвали писарь волосной. Я записала командирам письмо. А тогда треугольчики. Вот так вот. Сейчас солдаты всё очень важны. А тогда были не бесплатные такие. Я написала. Ну, это мать или не мать. А за счет этого то, что шли в обжаме. Я написала, что ваш сын ранен. Скоро не рвётся. Ну, и всё. А в начале отец мой говорит. Борис мой. Ну, садись на мать. Ну, посмотрите. Наши посяги. Говорит, всё совпадает. Фамилия, имя, отчество. Под рождение. Извали. Сочина. А мать говорит. Ну, нет. Там пришёл письмо. Ну, потом на рождение. То, что я сейчас уже не помню. И он дернулся с палочкой. И когда его спрашивают. А где же город? Да. Отец говорит. Васягин. Ну, а вот смотри, говорит. А у него отец спрятался. А ей говорит. Васягин, посмотри. Всё совпадает. Фамилия, имя, отчество. Звание. Он говорит. Да, это я. А дядя у нас с вами ещё живёт. Он говорит. А Георгий. А я поеду получать. А куда ты приедешь? В Кремль. Ты в Кремль? Такие глаза делал огромные. Да. А вот мой брат двоеродный. Который герой стал посредством Советского Союза. Он тогда сказал своим ребятам. У меня брат не будет приезжать. А он такой лучший рукой. И не поверил. И вот брат мой родной. Пригласил его на встречу. Когда вышел мой брат Василий из Кремля. И он такой. И вот этот Михаил плакал. Потому что. Вот такая. У нас первая правительственная награда. Потом награда была как мать. Она имела орден. В второй степени. За мое детство. И последнее. Что мы тогда получили. Вот. Доплат. Вот. Правительство. Доплат. Мы получили. Когда сестре моей младшей. Исполнилось 5 лет. Это в июне месяце. 37 года. Доплат. Было. Тогда вот. Рано помогало многодетно. Школу помогали. Понимаете. Так что. Вот такая жизнь была наша. Ну и что же. А. Работал ей во вредных условиях. Еще раз. Где работали они? В медицине. Но я перешла потом во вредные условия. А что это такое? Оригинология. И в 45 лет. Я получила. Первую пенсию. Вот так. Месяч. Вот так моя жизнь прошла. Такого цвета. Спасибо. Мария Матвеевна за рассказать. Ну и вам спасибо. Может быть что-то там вы возьмете и не все там рассказываете. Ну может быть вы хотите дополнить? А? Может быть вы хотите дополнить свой рассказ? Что-то еще рассказать? Ну чего я могу рассказать? Что-то работала. Что-то. Ну каждая работала. Понимаете? Вот сейчас я уже. Мне столько лет. В 86-й. Не знаю. Что будет. Трудно загадывать. Ну мы как-то были. Я вот теперь вспоминаю. Мы совершенно другие. Вот я. Вот на данное вот время. Я не могу сказать. Вот там. Вот я когда иду в магазин допустим. Кого-то не хватает. Там два. Там бабушки. Ну вот три. Я всегда говорю вам добавить или вам прибавить. Ну бывает вот человек который. Знаете. Не всем это конечно. Как-то осталось у нас вот это. Может быть я не провокацию. Может не надо. Ну вот такое вот. Так что вот такие дела. Может быть для кого-то это поможет. Может кому-то это не очень. Может кто-то поймет и скажет. Что-то подражает. Что-то нормально. Что-то. 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 Такие дела. У всех наших больших человек. И его дорогой семьи осталось только так. Кто и вас. Я. Передостарший. Рад. Вот у всех больших. У нас просто не жили. Ладно. Это мой брат. С 1927 года. Когда он вернулся. Это вы только. Ах, подожди. Да нет. Вы. Сколько? Да нет. Да нет. Да нет. Да нет. Да нет. Такие дела.